Ну, видимо, убедили. Видимо, убедили. Вопрос. Я не совсем понял вопроса. Вы все, вы все. У меня уголовное дело, да? То есть я судимый. Только вы ошибаетесь. У меня не одно уголовное дело. У меня три уголовных дела. Пожалуйста, пожалуйста. Я бы попросил. Я не судимый, я рецидивист. Я особо опасный преступник. Но только плохая новость для этой власти заключается в том, что я по всем своим уголовным и даже административным делам выиграл в европейском суде по правам человека. Я доказывал, какая разница. Большая разница. Потому что я невиновен. В этом разнице не доходите. Небольшая разница между человеком виновен и невиновен. Я доказал юридически, что я невиновен. Когда я вот уже сидел эти 20 суток, вышло новое решение. И там даже признали так называемую седьмую статью, которая указывает, что в этом деле не было признаков и состава преступления. То есть в переводе на человеческий язык это означает, что дело было сфабриковано. То есть уже европейские судьи признают, что дело сфабриковано. Ну, ребят, понятно, почему это происходит. Но им нужен, что ли, такой кандидат, как я? Конечно, не нужен им такой кандидат. Им не нужен тот, кто будет говорить все эти вещи прямым текстом. Им нужны такие, которые будут, ну, абстрактно. Власть будут называть они. На вопрос, коррумпирован ли Путин, они будут говорить, ну, у нас нет доказательств. А вот Усманов экономят на неуплате налогов. Но ведь нет судебного решения, поэтому, наверное, нет. А Медведев тоже непонятно, виновен или невиновен. А Сердюков не сидел ни одного дня в тюрьме. Наверное, он тоже невиновен. Вот такие им кандидаты нужны. Вам такие кандидаты нужны? Нет. Значит, если меня не пустят на выборы, отвечаю на ваш вопрос. 5, 11, 17. Вот вы смотрите, вы делаете такую логику. Меня не пустят на выборы, будет беспорядки, и я в этом виноват. Я рад, что вы готовы устраивать беспорядки, если меня не пустят на выборы. Но просто я хочу сказать о том, что если меня не пустят на выборы, то будем ли мы считать это выборами? Нет. Это не является выборами. Не потому, что, слушайте, я такой единственный, самый классный парень, его, значит, вот Навальный, и больше никто. Но есть простая вещь. Хочешь быть кандидатом и представлять людей, вот заявлять о том, что я куда-то приехать в следующий город и говорить, а я, вот знаете, кандидат от Астрахани. Тогда ты должен сделать простую вещь. Это все, это легко. Всего лишь начни кампанию за год. Открой 80 штабов по всей стране. Езжай, собирай людей, и под проливным дождем перед ними выступай в каждом городе, отвечай на любые вопросы, собирай деньги, отчитывайся за эти деньги, делай свою работу, правильно? Вам же нужен кандидат, который работает, который приедет сюда в Астрахань, залезет на сцену и будет рассказывать. А потом, когда его срок закончится, если его изберут, снова приедет и снова будет стоя на сцене убеждать вас, поддержать его еще раз. Так же должны работать в политике, правильно? Кто-нибудь так делает? Кто-нибудь сюда к вам приезжал? Нет. Зуганов? Нет. Явлинский? Нет. Сергей Михайлович Миронов? Нет. Жириновский приезжал? Будет приезжать. Выступал. Ну вот, выбирайте, я или Владимир Вольфович. За кого еще голосовать? Поэтому, ребят, это простая вещь. Конечно, всегда нужно в выборах участвовать, но если на выборы не пускают кандидата, то это не выборы, а обман и фальшивка. Должны им участвовать в обмане и фальшивке? Нет. Нет. Вот и все. А что делать? Байкотировать. Не участвовать в этом во всем. Не просто не ходить. Не просто не ходить. А активным образом всех убеждать, что ходить не надо. Что это мошенничество. Что человек, который пойдет туда, будет частью коррупции. Что человек, который пойдет на выборы без выборов, будет поощрять это воровство. А если вбросы будут? Вброс? Вы задаете вопрос, а если вбросы будут здесь, в Астрахани? Да. Вбросы – это название ваших выборов. Я извиняюсь очень сильно. Конечно, будут вбросы. Не пойти на выборы – это не означает не организовывать наблюдения. Естественно, эти люди никак не могут выиграть, кроме как вбросами. Поэтому, безусловно, наблюдения на выборах все равно нужно организовывать. Но при этом никто не мешает нам активнейшим образом вести кампанию бойкота. Это доказать, что это невозможно, неприемлемо и неприлично идти на выборы, на которые не пускают кандидата. А если мы этого не сделаем, ребят, вещь простая, очень просто, значит, тогда мы никогда не увидим нормального кандидата на выборах. Дело не во мне. Но появится завтра кто угодно. Шейн, например, пойдет на выборы. Вы его поддержите. Как только Кремль увидит, что он приезжает в регионы, и какое-то существенное количество людей к нему приходит, они его снимут точно так же. Будет не Шейн, а Иванов, Петров, Семен Семенович Горбунков, любого сильного кандидата. Они всегда снимут с выборов, имеющего перспективы кандидата, они снимут с выборов, потому что они знают, мы все равно придем и проголосуем. Поэтому не нужно идти, но организовать наблюдение при этом и бороться с сбросами. Вопрос давайте с этой стороны.